На нашей улице праздник удивлялись жители Заобрамовской Слободы, глядя на скопление народа. Здесь всем миром отмечали табаляки второе рождение дома номер 33 по улице Мусыц-Жалиля. Построенный в 50-е годы прошлого века, он сохранил характерные черты деревянного зодчества Тобольска. Тем и привлек добровольцев, присоединившихся к Всероссийскому фестивалю Томс-Ойр-Фест. Мы искали дом, который можно к этому фестивалю подобрать. Ходили и фотографировали дома. Если нам что-то в доме нравилось, там есть, например, наличники, там еще крыша не упала, дом еще не сгоревший. И хозяева, если не против, мы начинали с ними разговаривать и договаривались. У нас было несколько вариантов, но в конце концов выбран был именно этот дом, потому что он стоит на углу, он сразу украшает две улицы. Хозяйка дома, бывшая швея Тобольской швейной фабрики Мансура Абтросакова, помощником была рада. За 70 лет ее жилище утратило красоту. Самой взяться за дело не хватало сил. Прошлифовали, все прочистили, студентов привели, все почистили, потом начали красить. На раз покрасили, на второй раз. Где не подкрашено, опять придут. Фундамент подделали. Два месяца почти работали. Привыкла, а не приходит такое оживление. Том Сойерфест, фестиваль восстановления исторической среды силами волонтеров и спонсоров, вновь вернул в Тобольск атмосферу доброй воли. Люди, жаждущие дела и праздников, получили то и другое. Василий Апарин вспомнил любимое ремесло, изготовил наличники. Всегда здесь было 5, 7, 10 человек. Нам администрация и еще питомник Михайловых дали средства, чтобы мы сделали еще два наличника. Хороший подарок получила к 80-летию Мансура Абтрасакова. В ее честь добровольцы устроили юбилейный концерт. Наш город творил историю. Он создал великих сынов. Он лишь заразился хворью и временно нездоров. Неравнодушные люди объединились и внесли небольшой вклад в сохранение деревянного зодчества Тобольска. И на этом они не остановятся. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. Продолжение следует...